Все, что связано с ацибами, мне кажется, еще настолько в зоне роста, да, по сути дела? В целом, так, весьма продуманная концепция, но вот как будем реализовывать, это зависит от нас, от всех. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы с вами снова уже в таком формате нашего профессионального общения. Я приветствую вас на втором выпуске нашей программы «Подушка безопасности» вместе с каналом «Атомоген бизнес» и проектом «Лаборатория Касперского». Мы говорим о том, что наиболее важно сегодня казахстанскому рынку, казахстанским компаниям и, несомненно, что служит помощь и поддержка для отраслевого развития государства. Ежегодно в Казахстане передается на хранение огромное количество персональных данных в различные информационные системы, начиная от интернет-банкингов и заканчивая электронным правительством. Поэтому защитой персональных данных занимается несколько ведомств, в том числе оперативные центры информационной безопасности для государственных органов, сокращенно ОЦИП. Эти центры обслуживают госструктуры, национальные и частные компании. Их задача – обеспечить информационную безопасность по выявлению угроз, а также сбор, анализ и хранение сведений об инцидентах и случаях. Сегодня у нас в гостях очень известный на рынке человек, генеральный директор компании «Кастлепорт» Оскар Муратович Кусаинов. Доброе утро. Доброе утро, Евгений. Наверное, хотелось бы начать с такой простой и понятной вещи. Все знают слово «оператор связи», все знают слово «центр обработки данных», все знают слово «вендор» или «интегратор» в области IT и форм безопасности. Как бы вы характеризовали где-то, наверное, на стыке профиль компании и что, несомненно, является сейчас ключевым таким стратегическим интересом для компании «Кастлепорт»? «Кастлепорт» вообще начинал свою деятельность как телекомендиционный оператор. Это было уже давно, больше 20 лет назад. Практически компания была пионером на рынке цифровой передачи данных. Был такой термин. Первыми потребителями были, понятно, банки. Но и они остались нашими традиционными клиентами. Ну и вокруг этого бизнеса, собственно, начинал развиваться «Кастлепорт», «Телеком». Потом в какой-то момент вдруг поняли, что наши клиенты хотят размещать свои сервера, свои системы хранения данных и так далее. Мы начали делать соды. Начали делать соды. Клиенты начали просить облака. Начали двигаться в сторону облачных сервисов. Соды, облака, телекоммуникации. Все начали беспокоиться о безопасности. И нам пришлось заняться проблемами информационной безопасности. И мы начали предоставлять, как это у нас и записано сейчас в нашей стратегии, мы предоставляем инфраструктурные IT-сервисы. В первую очередь безопасные, надежные и безопасные. Можем делать в бизнесе обеспечение инфраструктуры практически все, что мы говорим нашим уважаемым клиентам. Вы занимаетесь бизнесом, мы обеспечиваем вас безопасной инфраструктурой. Ну, вообще, если говорить про технологическую трансформацию бизнеса за последние несколько лет, то, несомненно, рынок, пусть даже в ощущении некой тревожности, все равно уходит в облака. Вот ощутили ли вы это на своих клиентах? И можно ли сказать, что из планов компании на ближайшие 2021-2022 годы А развитие именно облачных сервисов, наверное, идеальный для ваших клиентов продукт? Конечно. Облака – это наше все. Я, собственно, уже говорил это не один раз. Но это не голый призыв, на самом деле. Это экономически правильное направление развития IT. Ну, честно говоря, даже не IT, а бизнеса. Мы все знаем, особенно последние десятилетия, IT – это наше все. Мы все цифровизируемся, мы трансформируемся и так далее. Но это же не пустые слова, на самом деле. Мы видим, что бизнес, собственно, во всем мире, он становится все более и более, ну, там можно по-разному говорить, IT-зависимым, IT-ориентированным, но он становится цифровым. Там все больше и больше мы покупаем в интернете услуг, товаров, я не знаю, развлечений. Все уходит в интернет, и хотим мы того или не хотим, это, в общем, мейнстрим развития человечества. Другой вопрос, что когда мы говорим IT-бизнес, ну, не совсем правильно все называть IT-бизнесом, наверное, правильнее говорить, например, некоторые виды бизнеса – это IT-бейст бизнес. Ну, e-commerce – это та же самая торговля, ну, просто в неком другом пространстве, в виртуальном пространстве. В общем-то, суть этого бизнеса, она простая. Кто-то продает, кто-то покупает, и все. Вы очень, на самый интересный, затроненный момент про облака, и когда мы говорим про облака на пересечении IT-бизнеса, то, несомненно, нельзя не затронуть такую важную тему, вокруг которой наша сегодняшняя передача построена, это тема ацебов отраслевых центров реагирования на инциденты в форме безопасности. Да, я напомню для наших зрителей, вот в Казахстане принято понятие АЦИБ, еще раз, отраслевой центр информационной безопасности, во всем мире принято понятие СОУСИ, секретарь операющий центр. Вот принципиальная разница, как вам кажется, Скар, в чем между этими двумя понятиями в Казахстане и есть ли она? Ну, смотрите, СОК – это более, наверное, рыночная и независимая единица сервисов информационной безопасности, я так бы сформулировал. АЦИБ, как я уже говорил, это некий кирпичик в общей структуре информбезопасности, которую строит наше правительство, ну, в лице уполномоченных органов, так скажем. Да, и АЦИБ обязан отчитываться вот о своей деятельности, об инцидентах и так далее. Сегодня существует 11 оперативных центров информационной безопасности. 73% населения знают об угрозах кибербезопасности. 883 миллиона тенге составляет сумма штрафов, внеплановых проверок по исполнению единых общих требований. В целом, очень важно шерить информацию, особенно здесь. То есть, если на какую-то компанию, я не знаю, банк или на что-то произошла атака, важно, чтобы соответствующие подразделения быстро поделились этой информацией. И, что называется, 1 ум хорошо, там, 11 или 12, это намного лучше. И можно было быстро принять соответствующие меры, которые позволят защитить конкретно эту организацию. И все остальные будут предупреждены и готовы. SOC — это сама по себе структура, которая взаимодействует с клиентом, предоставляет услуги, Security Operation Center для зрителей, чтобы они знали, что такое SOC. Вот, предоставляет услуги информационной безопасности клиента. Ну, как правило, корпоративным клиентам целый спектр этих услуг есть, начиная от простых, кончая сложными. Это зависит от степени развития самой организации. Какие-то услуги они готовы передать в аутсорс, SOC. Какие-то услуги они делают, какие-то задачи информационной безопасности они решают сами. Это, как я уже говорил, зависит от степени развития организации, от ее размеров, ну и от желания. Вы были, Кослепорт был одной из первых компаний, кто получил лицензию на ЦИП, что очень важно, потому что в начале пути, как это часто бывает, никто не знал, как это делать, а что вообще делать, все смотрели на первопроходцев, это было круто. Вот, так вот, когда вы это делали, вы же, наверное, для себя какой-то путь выстраивали, а сейчас получается, ну, наверное, один какой-то будет, а сейчас получается, что вы конкурируете с самими собой, потому что либо вы забираете все к себе, либо вы своими компетенциями помогаете клиенту выстроить сок у себя. Вот как вам кажется, у какого пути в Казахстане больше перспектив, и вот что, как обстоит дело с такой вот внутренней конкуренцией с самим собой? Ну, я бы не сказал, что у нас есть внутренняя конкуренция. Мы не сильно вот идем в сторону бизнеса консалтингового по ИБ. То есть мы предлагаем сразу услуги соковские. Как я уже говорил, на самом деле это, в общем, воля клиента, тут надо считать, вот, что дешевле и выгоднее компании. Все крупные банки имеют свои очень сильные подразделения, которые занимаются информбезопасностью. И они и не собираются аутсорсить какие-то сервисы. Они, собственно, самодостаточны. И, как я уже говорил, вот, в частности, в Народном, я хорошо знаю, там очень сильные подразделения информбезопасности, прекрасные специалисты, очень опытные, и подразделению там много лет. Мы, когда делали свой АЦИП, мы посмотрели на рынок. Содержать собственный сок – это довольно дорого. Мы уже имели хороший опыт предоставления сервисов. И мы подумали, что… Ну, и не только подумали, мы поговорили с нашими существующими клиентами, там, с некрупными банками, с другими финансовыми структурами. Интересно ли им будет потреблять сервисы информбезопасности АЗА-сервисы? Ну, собственно, тавтология получается, но да. Построить у себя систему информационной безопасности, потребляя ее как услугу от какой-то профессиональной организации. Поэтому мы начали делать сок, который предоставляют услуги потребителям. Когда мы говорим про уже там известные, допустим, в Казахстане, примеры какого-то обычного в Хочного, ну, там, на Амазоне, там, еще где-то, то есть то, что люди привыкли. Главное там, несомненно, надежность, очень важна цена, но еще и вопрос удобства, когда, вот, в принципе, за два клика, за три, человек выбирает там нужный все инстансы, объемы и так далее. Вот как вы думаете, насколько вы близки к тому, чтобы сервис сока, который вы делаете, вот, сока АЗА-сервис, чтобы он предоставлялся клиентам уже очень хорошо и удобно с точки зрения кастомер-джорни, вот, чтобы в несколько кликов клиент мог себе получить сок и вообще готов ли рынок к этому, хочет ли он этого, либо же наоборот, ему нужно, чтобы было сложно, так долго, чтобы все было серьезно, вот как? Что касается облачных сервисов, да, у нас достаточно просто, у нас есть портал самообслуживания, и там клиент, который не хочет морочиться, у него стандартные потребности, он, собственно, сам себя обслуживает, выбирает конфигурацию, все рассчитывает, необходимый уровень информбезопасности входит туда и там все написано на этом портале, он может что-то выбрать больше, все, он сделал несколько кликов, отправил, ему пришло предложение заплатить, он карточкой рассчитался, все, и приходят имейл, там инструкция, как ему подключиться и так далее, вот, и он начинает, собственно, пользоваться защищенными облачными сервисами. Современная организация, она, особенно в условии пандемии, она все-таки вышла в такую зону, где ей комфортна мобильность, да, если раньше мобильность была таким, ну, не знаю, ее надо было либо заслужить, либо это было такой карой, от которой все пытались как-то абстрагироваться, да, особенно IT и подразделения, то сейчас мобильность – это стратегия, если ты вне этого тренда, ну, как бы ты можешь вообще с рынка уйти. И вот насколько бизнес-процессы СОКО, они готовы и сконвертированы под мобильность, можно ли управлять, можно ли мониторить все, что происходит с СОКОМ через какие-то мобильные дэшборды, там, мобильные устройства, насколько директор по кибербезопасности может взаимодействовать с СОКОМ, находясь в отпуске, там мы сейчас все не попадаем, но тем не менее, да, в командировке, в 3 часа ночи у себя дома и так далее, вот насколько эти процессы готовы к мобильности сейчас? Ответ очень простой, да, мы готовы и готовы к удаленной работе, ну, здесь надо вот, здесь два термина, которые, ну, как бы, они разные, по сути, то есть удаленная работа и мобильная работа. Да, удаленная работа, вот, у нас сосредоточена в СОКе, то есть мы, сидя там, мониторим системы наших клиентов, которые там, даже и не в Алмате находятся, вот. Это, что называется, по определению. Когда мы говорим про банки, задача безопасности понятна, и она в целом, наверное, может себе позволить быть реактивной, но вот в случае с АСУ, в случае с теми жизнеобеспечения, с больницами, там, с энергетикой, с нефтянкой, вообще очень хотелось бы, знаете, такого понятия, как предиктивность, да, когда системы кибербезопасности могут работать в формате предсказания и могут, на самом деле, предугадать, когда и почему и где случится та или иная беда. Вот здесь, как вам кажется вообще, насколько в целом в области работы с АСИБами, и там у вас, может быть, да, развернуты такие предиктивные механизмы. Работает ли вообще предиктивная аналитика, и насколько она помогает вот в процессе борьбы с кибер-угрозами? Ну, к сожалению, инцидентов становится все больше и больше, вот. И надо пользоваться достижениями, собственно, тех же информационных технологий современных, а именно искусственным интеллектом, который может нас обеспечить инструментами предиктивной аналитики, ну, собственно, исходя из определения, предиктивная аналитика — это предсказание возможных инцидентов в будущем. Мы у себя в работе используем, да, и наши лендеры, которые обеспечивают нас системами, у них есть соответствующие решения, у вас тоже есть, у Касперска очень хорошие системы, базирующиеся на искусственном интеллекте. Вот здесь, как вам кажется, наступит ли момент, или, может быть, уже наступил, да, когда технологии, в том числе искусственный интеллект, могут, в принципе, заменить вот эти первые линии соком, где есть мониторинг, где есть наблюдение и какая-то периодичная аналитика. Возможно ли здесь полностью убрать человеческий фактор и заменить его технологии и быть при этом уверенным в результате? Ну, с определенной степенью вероятности, да, в общем, я — это же всегда вероятность, вот, это сделать можно. Все зависит от количества денег, которые вы можете потратить на это. Как известно, чем выше надежность системы… Вот это после запятой, да, 909? Совершенно верно. Каждая девятка, она, собственно, там, в разы увеличивает инвестиции, которые необходимы для достижения вот этой вот следующей девятки. Конечно, это возможно, и во многих случаях, собственно, первые линии, они фактически уже заменены. А нужно ли это? Или просто можно каждые полгода менять людей? Надо считать. Надо считать просто, что будет дешевле, на самом деле. Мы живем, собственно, в мире, в котором, ну, не то чтобы правит экономика, но экономика первая, да. Поэтому надо все считать. Может быть, прямо выбора между дешевле и дороже, а выбора инвестиций в человеческий капитал, да, и, наверное, понимание, что правильнее раскачивать там вот такой сет компетенций и скиллов, да, или вот, например, какой-то другой. Вот здесь в плане соков, расскажите, пожалуйста, как вот вы работаете с вообще обучением людей, да, потому что, по сути, каждый раз, даже когда вы какого-то нового сотрудника находите, ведь это же там встраивание в команду, это накопление и передача определенного вот набора скиллов для него, да, вот как вы с этим работаете, если какой-то, может быть, корпоративный университет по сокам, да, которые вы создали внутри себя и учите людей? Нет, сразу скажу, университета нет. Каждый новичок, который приходит, он, ну, там, с институтской скамьи или откуда-то, он сначала, да, проходит определенные курсы, которые у нас там есть внутри компании, вот, за ним закрепляется ментор, да, учитель, который, собственно, вводит его в дальнейший курс дела. И в зависимости дальше от его должности, если он там оператором заступает, то, ну, стандартные вещи, которые есть в каждой организации, да, он там должен сдать определенные экзамены и так далее. Количество людей, занятых у нас в этом бизнесе растет, я про нашу компанию говорю, поэтому ребята, они, как правило, приходят на низкие позиции, начинают с операторов, и дальше потихонечку растут, кто-то переходит во, что называется, во вторую линию, вот, кто-то переходит на работу уже более плотную с клиентами по развитию бизнеса, по продвижению новых продуктов и услуг. Почти полторы тысячи образовательных грантов выделено по специальности системы информационной безопасности. Будущих IT-специалистов обучают в 49 вузах страны. В этом году значительно, в разы, на самом деле, от профильных министерств увеличилось количество грантов, да, именно на тему кибербезопасности, на, так сказать, учебные единицы, связанные с этим. Как вам кажется, это вообще хороший знак? Смогут эти места занять талантливые ребята, да, либо же будет какой-то все равно лак еще в ближайшие годы? Насколько отрасль уже стала востребованной в Казахстане, насколько в ней почетно и престижно работать? Отрасль востребована, специалистов нет. Это тоже хорошо. То есть все само как бы, да, должно быть? Ну, видите, здесь в этом смысле хорошо. Рынок, что называется, диктует, невидимая рука рынка. Востребованность есть и довольно высокая. Вопрос в том, чтобы, собственно, эти кадры удовлетворяли эту потребность. Ну, здесь, наверное, рынку саму, таким компаниям, как наша, надо вкладываться буквально. Ну, вы вкладываетесь хорошо, мы стараемся, да. И, как это говорилось в советские времена, тесная связь вузов и производства. К завершению нашей передачи хотелось бы попросить вас дать две таких рекомендации, наиболее ключевых, для того, чтобы работа с отсыпами, работа с соками и в целом системный подход к кибербезопасности был бы, ну, таким, более правильным. Вот две рекомендации. Одну первому руководителю промышленного там предприятия, да, крупного, ну, либо любого, в принципе, крупного предприятия. И второе, вторую рекомендацию молодому, талантливому, но хочется верить в специалисту, когда ты только что закончил вуз. Вот в этой отрасли, что бы вы первому и второму порекомендовали от вашего имени? Ну, первому бы я сказал следующее. Мир весь найти. И, к сожалению, человечество устроено так, что если есть какой-то прогресс, есть обязательно теневая сторона. Вот в данном нашем конкретном случае это киберпреступность. Вам, вашей организации, вашему предприятию надо уметь противостоять этому. И надо завести у себя обязательно советника, сотрудника, не знаю, одного человека, ответственного за кибербезопасность. Без этого просто. Это must have. Маленькая компания, большая компания. В маленькой компании есть это ИП, придется самому этим заниматься. Уже даже начиная со среднего бизнеса нужно иметь человека. Пусть это будет айтишник, любой человек, который вам может как-то открыть двери в этот мир, объяснить, каким риском подвергается ваш бизнес, неважно, предприятие, организация. Каким риском подвергается ваш бизнес. Удивите этому внимание. Я не буду пугать, но просто удивите этому внимание. Молодому человеку весь мир перед вами, что я могу сказать. Если он хочет заниматься кибербезопасностью, безграничная тема. Можно заниматься не только ИТ. Кибербезопасность очень такая широкая тема. Если у вас есть склонность к психологии, вы найдете себе там тоже. В кибербезопасности вы можете заняться психологией, там работой, не то что огромное количество, не то слово. Психологией, я не знаю, просто людей изучать. И всем хочу сказать, дорогие сограждане, цифровая гигиена, это вот то, что мы сейчас вступили. Мы пользуемся там, ну не знаю, все должны соблюдать правила обычной гигиены, особенно сейчас в пандемии. Там мы моем руки тщательно, санитайзерами протираем, носим маски. То же самое и в киберпространстве. Спасибо большое, Оскар. Обычно все. Дорогие друзья, я напомню, с вами был Оскар Кусаинов, геройный директор компании «Кастлепорт». И сегодня нам с вами удалось узнать достаточно много про то, что такое АЦИБы, оперативные центры информационной безопасности, для чего они нужны. И я думаю, что в ближайшие несколько лет, неважно, работаете ли вы внутри предприятия, являетесь ли вы сотрудником отрасли, возможно, помогаете строить такие АЦИБы. Да, я верю, что для отрасли кибербезопасности в Казахстане в ближайшие несколько лет это станет одним из ключевых трендов. Спасибо большое. С вами был Евгений Петонин и программа «Подушка безопасности». Оставайтесь с нами и берегите себя.